добрый день дорогие коллеги приветствую всех на интерстриме инвесторов утрейд тв меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем эфир передачи инвестиционные идеи за сегодня 17 июня 2021 года сегодня у нас уже четверг прендовый день но вы знаете что вчера было событие которого мы давно ждали саммит россии и сша также ставка вчера была каждое из этих событий сыграла свою роль об этом сейчас подробнее поговорим давайте посмотрим что говорят нам технически затем фундаментальные анализы и определимся как там жить и работать так коллеги вчера два события прошли сразу мы евро-доллар открываем естественно поскольку на нем очень остро все было отражено значит вчера состоялась состоялся саммит президент россии и сша встретились и состоялась ставка ну и короче евро-доллар на этих событиях 134 вниз доллар 34 цента ой суде 134 пипса составила снижение что достаточно много это уже да это движение конечно совершенно однозначно по часам несложно заметить что движение началось с приходом американцев в семнадцать ноль ноль они стали оценивать так сказать результаты сами-то не в пользу европы ну а в двадцать один ноль ноль на ставки фрс не поднятие ставки фрс ситуация была добита и двинулась не серьезного по группам вы обратите можете обратить внимание что конечно сама ставка не поднятие ставки сыграла гораздо большую роль чем легкое подснижение на итогах саммита но тут два фактора знаете в одну сторону они слились два фактора сработали без сомнения и вот но я сейчас подробно когда буду говорить по фундаментальным факторам я конечно объясню чем тут суть в течение суток обычно действует ставка результаты саммита будут действовать гораздо дольше не так сильно а вот если решение поставки импульсное движение в течение суток она истекает то я думаю что решение то что прозвучало на саммите россия сша ну всю по второй половину года я думаю мы будем с этим работать учитывать эти моменты ну а еврик моменте один девятнадцать пятьдесят два двинется ли дальше вы знаете в целом трудно что-то в целом до целом укрепление доллара глобально по многим инструментом совершенно однозначный тренд он сформировался вчера и был определен вчера мы об этом в контентальной части поговорим поэтому в принципе но сейчас естественно коррекции будут ничто не падает ответственно вертикально но основная стратегия торговли сейчас в любой день это смотреть если возможность продать еврика золото нефть или купить доллар рубль четыре таких основных направления и чаще это будет да чем нет потому что тренд понятен в сторону укрепления доллара вот и торговать контр тренд тоже можно можно и зарабатывать на продаже доллара естественно но все-таки большинство людей любят торговать по основному тренду который тоже сегодня так сказать нам очевиден ну друзья поэтому еврик с текущей 12.52 можно ли сейчас продавать ну даже не знаю не скажу а сколько уже прошли давайте посмотрим по дню сколько мы уже прошли и подумаем если тут атака 41 пикс ну да уже так серьезному 30 то уже пролетели вот но не знаю мне кажется попробовать можно может быть гораздо более глубокое движение может быть и нет скажем так у меня решение нет фунт 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 тоже прошел по все все причины везде одинаковые коллеги это не фунт падает это доллар растет фунт провалился продолжает падать здесь так он меньше вниз прошел может быть его попродавать это тоже пока я не вижу большого для себя скажем так интереса это часовой график по доллару и иене но понятно все наши планы на продажу доллара иена нарушены вчера он снижался вот кстати подснизился доллар иена вчера до отмет на 22 пипса но здесь конечно надо было крыться получается сегодня но обратите внимание мы на верхней границе восходящего тренда можно ли толкать доллар иену дальше да тоже нет тоже не после таких мощных движений друзья пять раз подумаешь куда заходить доллар швейцарский франк ну здесь конечно шоу было устроено и она продолжается и тоже много уже прошли и тоже непонятно что делать ну давайте вот так поставим торговый широкий торговый диапазон посмотрим будет ли пробой пока меня ничто не впечатлило доллар канадец влезет наверх и здесь вот такая аналитика может быть дело до одинаково было значит здесь ну понятно разворот на многих графиках будет v-образное движение это понятно вот на доллар и канадца здесь такая прям зеркальность образовалась мере такая чашка с ручкой да есть такая конфигурация вот и прямо видно ее хорошо больше лучше мне кажется чем у многих других инструментов поэтому покупка а доллар канадца выглядит интересно австралийский доллар в обратную сторону естественно все разворачивается поскольку австралиец стоит первым в паре ну а так строго говоря то же самое так та же конфигурация только перевернута и австралиец кстати говоря он попытался пробиться наверх не сложилось и мне кажется вот по продавать австралийцы из того что я вижу выглядит наиболее интересно он сейчас моменте 076 12 075 79 то есть это будет 33 пипса вниз да хорошая идея хорошая идея посмотрите на продажу австралийца даст снизился сегодня чуть подрастает ниже рынка не вижу тренда здесь снт 500 минусе сегодня вчера свалился уже непонятно что делать золото ну понятно золото на почему я сразу поставил здесь до отметочку на евро золоте нефти и рублей я поставил дату 16 июня то есть когда последний раз все попадало золото вчера закрылась в минус отлоев отбилась но в минусе закрылась на 49 долларов 47 центов 49 долларов проваление золото вчера да сегодня мне кажется также история поэтому тема продажи золота да интересно 10 долларов свои заложить и можно вполне поторговать серебро та же тема продажа абсолютно ну просто серебро часто коррелирует золото здесь не будем никакие отметки ставить мне кажется тоже можно вниз по продавать до уровня 26 41 вниз нефтюшка вниз 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 не дадут по политическим соображениям больше нефти расти здесь видно было все скажем так что хотели нам показать люди ра уже вот дар вниз в тяй до уровня 70 55 брэнт дабылки сегодня надо менять друзья на форекс и сегодня ночью истечет контракт на форексе на пару дней раньше всегда истекает 73 74 в моменте брэнт вчера подснизился до 72 73 на доллара вниз вижу брэнт доллар турецкая лира четвертый день растет слушать вот то последовательно растет четыре дня подряд растет завтра может и коррекция быть какая-то но сегодня четверг да на 8 69 наверх вижу вполне себе цель доллар китайский юань вчера падал падал и стрельнул вместе со всем рынком что тут следующая идея какая ну вот уровень и 644 высокий и надежный производит такое впечатление давайте посмотрим на него думаю что да можно покупать ну и доллар рубль друзья вчера вытащили снизу его сегодня 71 72 54 стоим на открытии выбираем направление банк россии гораздо активнее принимает участие в спасении рубля чем ецб спасение евро поэтому здесь более рискованно можно тоже ожидать рост но я бы сегодня не стал этого делать поскольку уж слишком мало времени прошло после сами как вчера только все состоялось сегодня еще будут держать я думаю доллар рубль валютную пару итак коллеги вот так вы имеете технический анализ давайте поговорим с вами по фундаментальным факторам так что случилось я вячеславовна выключайте машинку слушайте потому что очень важно нам с вами понять что случилось чтобы зарабатывать на этом день бед новости когда любое событие две новости одна хорошая плохая хорошая новость саммит состоялся состоялась подробная серьезная беседа несколько часов это так сказать все очень серьезно и это очень хорошо то есть люди не нашли в себе силы и волю политическую независимо от того что было сказано раньше они приятные вещи были сказаны естественно это помним но нашли в себе силы собраться вместе обсудить то есть когда люди разговаривают они ругаются всегда лучше поэтому сам факт саммита это положительно и не надо говорить что русские выиграли как крамп говорит еще там кто-то все выиграли весь мир выиграл от того что две ядерные державы встретились и поговорили это однозначно что наиболее тревожно да на каких-то стратегических прорывов не было бы мы как бы не ждали что прозвучало наиболее тревожно самые серьезные слова были сказаны президентом байденом на пресс-конференции вы знаете отдельно были пресс-конференции двух президентов он сказал что я дал ясно понять но имеется для президента россии владимир путином что считаю что последствия смерти навального будут катастрофическими для россии вот такая мысль была высказана я видел несколько вариантов переводов но идея вот ровно такая то есть я не думаю что там кто-то что-то исказил то есть если алексей навальный умирают в тюрьме то последствия будут катастрофическими а в некоторых переводах разрушительными но в любом случае как бы серьезно очень серьезно что здесь тревожно думали что по ходу переговоров как-то тема навального отойдет в сторону все-таки там другие темы обсуждались но нет она стала темой номер один и сейчас такое впечатление что вообще-то эта встреча была посвящена алексея навальна вот и вот это вот предупреждение это очень серьезно предупреждение я не хочу сказать что это черная метка какие-то еще более серьезные такие намеки нет просто но ясно дал понять что позади алексея навального стоит тысяча ядерных боеголов вооруженных сил сша вот все что он сказал это серьезно во первых это впервые чтобы так американский президент стал позади на российского гражданина прямо все поставил страну позади него вот это так то серьезное действие никогда не было такого в жизни сто лет живу такого не помню во вторых естественно они самый большой секрет здесь этой ситуации заключается в том что байден видимо видит алексея навального президентом россии это вот это не мой секрет это его секрет но по глазам это было видно он будет делать все чтобы алексей навальный стал президентом россии такое у американцев периодически получалось вспомните нельсен манделла в юаре больше двадцати лет сидел все думали какой президентом тюрьме и из нее двадцать пять-двадцать семь что-то там сидел вообще а нет он выжил стал президентом юар попрезидентствовал сейчас он уже ушел от нас вот поэтому это у навального видимо такая перспектива одна из перспектив скажем жизненных образовалась после этого выступления джозефа байдена понятно что кремлю это не понравится но самое неприятное заключается вот чем естественно вольное или невольно осознанно или неосознанно белый дом будет поддавливать в эту сторону они прекрасно знают как меняется власть не власть меняется в результате экономических катастроф в результате ухудшения обстановки жизни в стране недовольство населения социальных протестов и так далее поэтому что будут американцы делать еще раз говорю по заданию или без задания вольные или невольно или там как в 12 стульях волей пославшими о жены или еще там что-нибудь знаете вот а что они будут делать они будут совершенно однозначно ронять цену на нефть это не объявленная санкция объявленные санкции будут мы даже не обсуждаем вот 14 июня санкции по фазе вступили в силу вступили их никто не отменил не затормозил не сиди сами там еще будут не объявлены не объявлены будет их две основных это снижение цен на нефть поскольку они прекрасно знают что нет основной экспортной товар российской федерации и снижение цен на золото поскольку американцы прекрасно знают что банк россии накупил много золота понимаю что если отключат свифта то нужен источник валюты в любом случае вот золото и нет два источника косвенно вот эти две основных тема продажа нефти продажа золота на которой надо смотреть а косвенно что какие последствия могут быть конечно глобальное укрепление поэтому продавать евро и продавать и покупать доллар рубль это вот такие вторые скажем шаги иногда не могут быть первыми тут банку россии придется прям знаете вот на тормозах со скрежетом удерживать рубль чтобы он лес как бы доллар рубль и лес наверх нас так с откатами со скрежетом ну то чтобы не летела на рубль в день естественно поэтому сейчас главная задача банка россии по нефти и по золоту а ничего сделать нельзя они эти инструменты котируются на зарубежных площадках и проще говоря ламит если американцы захотят увидеть нефть по 10 а золото по 1100 долларов за тройскую эмоцию они это сделают за пару-тройку месяца легко вот в лед просто поэтому здесь это надо ясно понимать что это инструмент у них в руках у нас руках на московской бирже основная площадка для котирования доллар рубль поэтому сейчас надо бросить все силы все средства чтобы удержать доллар рубль от резкого роста ну я думаю банк россии эту цель понимает и я думаю что справится сейчас без сомнения ну вот что будет дальше будем обсуждать дальше завтра то есть будем обсуждать завтра послезавтра послезавтра и так далее а вот что касается еврика ецб не держит так жестко курс главная задача ецб сдерживание инфляции ниже двух процентов у них другая задача курс и инфляция связано но не настолько прям вот поэтому ецб инфляцию будет жестко контролировать без сомнения а вот доллар и вернее курс евро доллар вполне себе могут подпустить но там не на 1 0 7 ну на 1 16 на цель оксаны сходить запросто вот такой друзья результат саммита он не катастрофический скажем так ну и положительных каких-то моментов я для себя например не увидел послы вернуться да ну хорошо неплохое действие как бы от этого скажем так экономических каких-то я думал что может быть американцы пойдут на встречу какие-то санкции отменят или смягчат нет ничего не отменено ничего не смягчено более того вот это предупреждение последствия сверки навального что они будут катастрофическими для россии это главное что хотел сказать байден его конечно услышали и вот это не есть скажем так положительная перспектива взаимоотношений россии и сша но произошли без руками тихо спокойно цивилизованно уже смотрим дальше цель понятно фундаментальная цель понятная покупка доллара продажа евро доллара покупку продажа золота нефти то есть продажа трех инструментов основные цели по доллару рублю как я сказал до покупка нос с учетом того что там будут жесткие тормоза со стороны банка россии это из четырех инструментов основных торговых на ближайшие полгода наверное доллар рубль самый рисковый поэтому будьте длительные может быть начинать лучше не с него а с продажи евро доллара например далее друзья следующие новости какие Морган Стэнли ну коронавирус опять вернулся понятно центр внимания Морган Стэнли сказал своим нью-йоркским сотрудникам возвращайтесь в офисы до сентября а то орелс а то типа знаете что он говорит в ресторанах нью-йоркские забиты все а в офисы вы идти боитесь да что за дела то есть уже нервы у Морган Стэнли генерального директора не выдержали так что в Нью-Йорке тоже картинка меняется друзья в Москве активизирует вакцинацию принято решение что сотрудники сферы услуг должны вакцинироваться и вот поставлена задача значит перед руководством этих сфер московских значит вакцинировать 60 процентов всех работающих в их системе ну кого это касается работники общественного питания торговли транспорта ЖКХ МФЦ театров музеев библиотек салонов красоты фитнес-клубов клиентских структур банков кстати говоря ну вот понятно бизнес отреагировал на требования об обязательной вакцинации работников с тревогой что говорят предприниматели они говорят я смотрю комментарии журналистов что низкие темпы вакцинации вызваны недоверием к российским препаратам вот в чем суть вопроса почему низкие темпы вакцинации ну и так сказать это распоряжение конечно доверия не добавит но заставит людей я чувствую что мы идем к введению норм обязательной вакцинации скажем так в обязательном порядке ну что будем будем ждать пока еще нет этого решения далее друзья ну как вы знаете ставку вчера ставили на уровне 0.25 процента без изменений но фрс отметила что есть тенденция есть идеи к росту ставки вот вот что вызвало наибольшую реакцию биткоин 39 290 держится вблизи 40 макроэкономика друзья только что новостей никаких глобальных нет спикеров нет только что банк швейцарии на центральный банк швейцарии оставил процентную ставку а на уровне минус 0 75 а давайте посмотрим как отреагировал доллар швейцарский франк скажем так за последние минуты вы ничего за последние минуты там не случилось но на самом объявлении до некоторое движение было доллара наверх то есть это расценили как решение пользу доллара подводим итоги друзья мы вошли в состояние глобального тренда глобальный тренд со вчерашнего дня снижение цен на нефть снижение цен на золото укрепление доллара что именно торговать в рамках этого тренда естественно каждый выбирает сам естественно коррекции есть это не значит что тренд это прям падаем как утюг в океане нет конечно но слов вчера произошел и в психологии трейдеров ну и по факту на экране то что здесь объединяются и фундаментальные технические факторы очевидно но технические факторы мы видим многое просто доллар перепродан это совершенно однозначно два с половиной месяца с апреля до середины июня часто необоснованно почему-то падал сейчас он возвращается к нормальной к нормальному движению назад тоже можно сказать два с половиной месяца прикинуть приблизительно это движение может занять вот ну и фундаментальный фактор конечно итоги вчерашнего саммита россии сша то что президент байден так прямо твердо встал позади алексея навального прекрасно знаю все что творится так сказать вокруг его имени в россии показывает что конечно и другие методы том числе необъявленные санкции против россии виде продажи и обрушения скажем так снижение точнее обрушения не будет я думаю снижение цен на нефть и золото вполне себе возможно ну а что будет политика вещь такая загадочная будем смотреть и корректировать по ходу движения вот так картина выглядит на сегодня 17 июня 2021 года всем удачи вот так вот вот так вот Продолжение следует...